МАГИЯ ОРУЖИЯ МАГИЯ ОРУЖИЯ Программу «Магия оружия» представляют компания «Смит и Вессон», крупнейший производитель оружия для спорта, полиции и армии с 1862 года, и компания «Федерал Иммунишн». «Федерал» — сногсшибательная мощь. В эфире «Магия оружия» и «Джим Скоттон». Сегодня мы расскажем о том, как тренировка становится ещё полезнее, когда ведётся подсчёт баллов. Именно так появилась Международная пистолетная ассоциация самообороны. Число её членов стремительно растёт в тех сорока штатах, где разрешено скрытное ношение оружия. Сначала можно подумать, что эти соревнования ничем не отличаются от других, где учитываются точность и скорость. Но на следующем этапе вас грабят у банкомата или во время замены колеса. Такое происходит только на чемпионате пистолетной ассоциации самообороны, где главная тема — это оборонительная стрельба. Ассоциация организована для того, чтобы дать людям, желающим обороняться с помощью огнестрельного оружия, возможность выработать практические навыки, посоревноваться и приятно провести время, и при этом не покупать экзотическое и дорогостоящее специализированное снаряжение. Здесь всё просто — пистолет, кобура и парочка запасных магазинов. Если у вас есть пистолет, или если вы решили обзавестись поддержанным пистолетом, то, в принципе, вы уже можете выступать в состязаниях, потратив всего 400 долларов или чуть больше на пистолет, кобуру, ускорители заряжания и магазины. Это игра, в которой может участвовать каждый, не особо потратившись. Здесь вы не увидите скорострельных пистолетов ценой в 3000 долларов. В основном это стандартное оружие вроде Смита и Вессона, что в руках владельца ювелирного магазина Тома Йоста. Я начал заниматься этим ради самообороны лет 20 назад, чтобы научиться защищать себя, и дошёл до уровня национальных соревнований. Я занимаюсь с 22 лет. Сначала я хотел лишь научиться самообороне, потом вырос до национальных состязаний, а теперь вернулся к таким играм по самообороне. Сначала он увлёкся стрельбой, потому что хотел защитить себя и свой магазин. Но пусть его профессия вас не обманет. Том очень хорош. Он занял первое место в категории «Серийные служебные пистолеты». Стрелки подразделяются на четыре категории, в зависимости от своего оружия. Серийные служебные пистолеты, серийные служебные револьверы, модифицированные служебные пистолеты, где разрешаются небольшие переделки, и заказные служебные пистолеты, в которые разрешены более значительные изменения и увеличение калибра. Стрелки должны доставать оружие из-под одежды, как это случилось бы на улице, и демонстрировать хорошую оборонительную тактику на всех четырнадцати этапах. Мы стараемся соблюдать основные принципы, такие как расстояние, укрытие и скрытное ношение к вязчей выгоде участников. В каждом сценарии, который задействуется на этих состязаниях, мы пытаемся всё это сохранить. На каждом этапе имитируется какая-то опасность. Напряжение растёт от того, что человеку приходится двигаться, стрелять и думать одновременно. Трудно вызвать стресс, когда человек находится просто на стрельбище, а если стрелять на соревнованиях, это добавляет адреналина. Ты видишь, как работают твои навыки, следишь за своими эмоциями, чтобы действовать правильно, когда это необходимо. Работая тренером в Куантика, Скотт прекрасно подготовлен к таким соревнованиям. Он знает, как преодолеть стресс, и доказал это, победив в двух категориях. Вы видите, как он проходит этап с наилучшим временем. Победитель определяется по затраченному времени, и как в гольфе выигрывает тот, у кого оно наименьшее. Но скорость не компенсирует промахов. За промах мимо яблочка добавляются полсекунды, попадание за пределы контура даёт полторы секунды, а промах мимо мишени — две с половиной. Ассоциация признаёт, что многие члены носят револьверы, и категория стандартных револьверов позволяет им посостязаться друг с другом. Это Алекс Циммерман, и его Смит — 6,25. Он занял первое место в категории стандартные револьверы. Основной упор делается на точность, и мне это нравится. Это подходит моему стилю. Я получаю возможность пострелять из револьвера, и это здорово. Итак, если у вас есть старый револьвер или пистолет, смахните с него пыль и приезжайте на соревнования. И вам не придётся стоять на голове или кувыркаться при стрельбе. Тут используются навыки, которыми обладает большинство людей. Такие состязания — прекрасная возможность их применить и отточить. Биверли знает, о чём говорит. В этом сезоне она победила в женской категории. Но призовое место — не единственная причина для состязания. Здесь можно попрактиковаться и научиться чему-то новому. По-моему, если ты занимаешься этим делом и ничему не научился, значит, не получаешь никакой пользы. Но если после матча ты можешь сказать, что усвоил какое-то знание, пусть даже не очень большое, то это уже не только веселье, но и образование. Вполне здравая мысль. Обучение в таких условиях принесёт пользу и вам, особенно если вы скрытно носите оружие. Обратитесь к сайту организации, и вы найдёте адрес ближайшего клуба и советы по практической обороне с огнестрельным оружием. А теперь всплеск адреналина. Террористы захватывают посольство США. Далее в программе. Программу «Магия оружия» представляют компания Glock Firearms и местные её представители. Здесь безопасность, оружие, забота каждого. Компания Benelli Shotguns — качество, достойное цены. И компания Simmons — прицелы, бинокли, мишени и прочее. Помните состязание ассоциации? Это хорошая тренировка. Но как имитировать сутолоку и адреналин в настоящие перестрелки? Оказывается, достаточно легко, если отправить участников национальных игр в здание, где их ждёт полная неизвестность. Только представьте, американское посольство только что захвачено террористами, и вы единственный, кто может спасти заложников. Нет, это не новейший фильм о Рэмбо. Это первый этап чемпионата пистолетной ассоциации самообороны, а придумал его один из основателей Кен Хэкаторн. Этот этап должен поставить участника в стрессовую ситуацию. Он не знает, что его ждёт. И к тому моменту, когда он добирается до сектора номер три, его сердце бьётся со скоростью 140 ударов в минуту. Он потерял счёт времени, позабыл, сколько раз выстрелил. Очень многие уверяют нас, что способны вести счёт патроном, что знают, когда приходит пора сменить магазин. Но, как вы убедились, здесь они теряются. Невозможно считать выстрелы в стрессовой ситуации, и лишь щёлканье бойка сообщает вам, что патроны кончились. На мишени надеты банданы. Белые — у заложников, синие — у террористов и красное угловаря, в которого нужно всадить шесть пуль. Маршрут проходит по зданию, который обычно используется для подготовки полицейских и военных. А поскольку ассоциация не одобряет предварительного ознакомления, стрелки не знают, что их ждёт. Многие говорили нам, что в других соревнованиях можно пройти по маршруту и понять, что будет происходить. И можно составить план. Я выпущу два выстрела по этой мишени, и два по этой. Вы понимаете, где окажетесь, и когда нужно будет перезарядить оружие. В реальном мире такой возможности нет. Никогда не знаешь, сколько будет противников, и сколько пуль придётся потратить. Человек будет стрелять, пока его цель не перестанет быть угрозой. Поэтому про первоначальный план, план А, как мы его называем, народ забывает очень быстро. Замечено, что для большинства это происходит на дистанции в 3,5 метра. Вы можете считать себя хладнокровным и крутым, но когда стресс заставляет вас делать то, чему вы обучены, большинство людей теряется. Но если мы способны пережить стрессовую ситуацию, подготовленную Кеном, то узнаете, как вести себя, если такое действительно с вами случится. Спокойный собран. Вот я какой. Пока не прозвучит сигнал к началу. Далее в программе. История снайперов от Витварда до Ремингтона 700. А позже — прекрасный сейф для хранения оружия в квартире. Снайперский выстрел. Точное попадание в цель с дальнего расстояния. От 500 метров и более. Эффективность снайпера начали понимать только в эпоху Гражданской войны. Сегодня мы вспомним историю и оружие снайпера. Рубрика «Великие марки» подготовлена при содействии компании «Ругер». «Ругер» — для тех, кто понимает. Лишь в начале Гражданской войны появились первые тактические подразделения метких стрелков. Северян полковника Хайрама Абердана стали называть снайперами «шарп-шутерами». Они вооружались казнозарядными винтовками «шарпа» калибром свыше 13 мм. А на юге стрелки генерала Роберта Ли получали английские винтовки «Витварда». Её уникальный шестигранный ствол и пули калибром 12,7 мм позволяли поражать цель на расстоянии до полутора километров. И на поле боя впервые появился оптический прицел. Во время Первой мировой войны американские пехотинцы снабжались винтовкой «Спрингфилд» образца 1903 года, но окопная война потребовала, чтобы снайпер стрелял из укрытия, а не с возвышения. И «Спрингфилд» получил новые насадки, включая перископ, чтобы стрелять из окопа. В условиях окопной войны высунутая над бруствером голова могла стоить вам жизни, потому что неподалёку мог таиться немецкий снайпер. Так что это приспособление давало солдату возможность стрелять, не подставляя себя под вражеский огонь. К концу Первой мировой прицелы, имевшие поправку на ветер и вертикальную наводку, были усовершенствованы. И к началу Второй мировой войны винтовка «Спрингфилд» образца 1903 года с оптическим прицелом стала любимым оружием американских снайперов. Затем снайперы получили модифицированную винтовку «М1 Гарант», а во время войны в Корее появились первые ночные прицелы. В 1965 году, когда Америка воевала во Вьетнаме, морская пехота призвала своих олимпийских чемпионов для подготовки снайперов-скаутов и стала применять две гражданские винтовки. Модель «Ремингтон 700» 308-го калибра давала хорошую дальность и точность поражения, а прицел «Редфилд 3х9» имел встроенный дальномер. Второй гражданской винтовкой стал «Винчестер 70» калибром 7,62 мм. Попытки сделать её оружием снайпера предпринимались ещё в 1941 году, но они не были одобрены официально. Однако она довольно часто встречалась на фронте. Модель «70» стала любимицей легендарного снайпера Карлоса Хэткока, который также установил оптический прицел на пулемёт «Браунинга» калибром 12,7 мм для стрельбы одиночными на дистанцию свыше полутора километров. В наши дни ключевую роль стали играть полуавтоматические модели 50-го калибра от Макмиллана и Баррета. Включаю тепловизор. Так. Спокойно. Давай, всё чисто. И термоприцел действительно существует. «Инфракрасная технология» сделала умение стрелять в полной темноте одним из базовых снайперских навыков. Сегодня снайперской стрельбе обучают во всех родах войск. И многое современное снайперское оружие засекречено, а мы отдаём дань уважения именно старым образцам, отстоявшим нашу свободу. Магия оружия представляет рубрику «Оружейные технологии» — новинки стрелкового снаряжения. Посмотрите-ка, это наш новый оружейный сейф. А на другие модели он не похож не только нашим фирменным знаком. Вы можете заказать его по почте, но вашим соседям и в голову не придёт, что вам доставили оружейный сейф. Один человек может быстро собрать эту конструкцию на внутренних штифтах, замках и надёжных защёлках. На сборку ходит примерно полчаса, а разбирается он так же легко. Но только если вам известна комбинация автономного электрозамка. Поверните его, и можно всю жизнь перебирать варианты. Модель «Гангард» стоит 1400 долларов, включая доставку. А заказать сейф вы можете на нашем сайте. Надёжное хранение вашего оружия. А это усилит безопасность вашего дома. Винчестер «Дефендер» 12-го калибра, длина ствола 457 мм, ёмкость магазина 7 патронов. Серьёзная вещь для защиты дома. Пожизненная гарантия. Обращайтесь к местным продавцам оружия. Цена ружья — 290 долларов. И немецкая новинка — 9-мм Вальтер П5. Самовзводный пистолет с четырьмя устройствами безопасности. Это на удивление точное оружие для скрытного ношения или для полицейских. Управляться с ним очень легко. Непривычно только европейская защёлка магазина. Нужно будет практиковаться. Вальтер П5 стоит около 900 долларов. Это были оружейные технологии. А теперь Боб Манден, наш стрелок-профессионал и его дробовик. Посетите сайт нашей программы. AmericanShooter.com У нас произошло странное событие. В прошлый раз мы представили вам нового стрелка, Тома Неппа, специалиста по дробовикам. А теперь настала очередь Боба Мандена. И оказывается, у него тоже есть дробовик. Привет, я Боб Манден. Прежде всего, хочу поприветствовать Тома Неппа. Добро пожаловать в нашу команду. Его специализация — дробовики, мелкокалиберные винтовки и тому подобное. Сегодня я намерен нарушить границу и сам покажу, что можно сделать с дробовиком. Должен сказать, что дробовик — не главное мое увлечение. Я упражняюсь со многими видами оружия. Сейчас я постреляю из дробовика, а закончим мы кольтом 45-го калибра. Потерпите, и вы все увидите. Мы сделаем нечто очень простое. Подбросим в небо тарелочку и собьем ее. Весьма просто. Берете тарелочку, бросаете, стреляете. Но давайте усложним. Возьмем нашу гильзу, подбросим в воздух и собьем. Вот так. Гораздо интереснее, правда? Очень весело. Когда научитесь сбивать тарелочки, переходите на стрелянные гильзы. Не пропадать же им. Теперь я попытаюсь подбросить гильзу так, чтобы выстрелом оторвать только ее край, не разрушая полностью. Думаете, это невозможно? Вы ошибаетесь. Другое дело, получится ли у меня. Попробуем. Ну вот, мы оторвали кончик гильзы и высыпали всю дробь. Все остальное уцелело. Что вы думаете? Я уже сказал, что хочу поднять интерес к нашей рубрике. Как вы думаете, можно ли, подбросив пульку от детского ружья, попасть в нее большой пулей? Нет? Это можно узнать, только если попытаться. Выстрел слоном по дробинке. Не просите меня повторить, вам и так повезло, что вы это увидели. Меня зовут Боб Мандан. Увидимся.